В Израиле подводят итоги внеочередных парламентских выборов. Пока победу одерживает правящая партия, но аналитики говорят, что об окончательных итогах говорить пока рано. А перед победителями будет стоять сложная задача сформировать правительство. И две предыдущие попытки, напомню, были провальными. После подсчета большей части бюллетеней становится ясно, победила партия Ликут во главе с нынешним премьером Нетаньяху. Наши враги говорили, эра Нетаньяху закончилась, но благодаря вам, нашим союзникам, благодаря всем сторонникам мы превратили горечь предыдущего поражения в сладкую победу. В штабе главного конкурента партии Белоголубые царит растерянность. Опросы, проведенные до выборов, вроде бы предрекали этой партии уверенную победу, но результаты, увы, противоречат социологии. По предварительным результатам Кахоль Лаван набирает 33 мандата, а Ликут – 37. Скажу откровенно, я разделяю ваши чувства, я тоже разочарован. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и не тот результат, который нужен стране. Но все по-честному, явка была неожиданно высокая, это при том, что выборы проводились третий раз за 11 месяцев. Многочисленные наблюдатели особых нарушений не зафиксировали, кроме разных мелочей, которые на исход выборов не повлияют. Теперь вопрос, что дальше? Две предыдущие попытки закончились провалом. Первый раз победил Бениамин Нетаньяху, но сформировать правительство не смог. Во второй раз это не удалось его конкуренту, генералу Гансу. Таким образом, израильская политическая система поставила абсолютный рекорд. Трижды за год избирателям пришлось идти на участки. Еще один скользкий момент. Нетаньяху теперь подсудимый. Скоро начинается процесс по фактам коррупции. Он все обвинения отрицает. Примерно через неделю президент Израиля Ривлин объявит, кому поручит формирование правительства. На это законам дается полтора месяца. Так что к концу апреля в Израиле или появится кабинет министров, или будут назначены новые выборы. Сергей Услендер, Хабар 24.